Добрый день, уважаемые охотники, любители оружия и люди, которые случайно заглянули на наш канал. Очень мало в интернете, в русскоязычном, в русскоговорящем интернете информации про ружье Винчестер. В Америке компания Винчестер очень уважаемая, ценится за высокое качество, за безотказность своих ружей и имеет очень большой спрос. На нашем российском рынке в данный момент компания Винчестер не так широко представлена, но все-таки из гладкоствольных ружей есть что посмотреть. И на мой взгляд самая интересная модель, это модель, которая в свое время сделала фурор. Фурор в спортивной тактической стрельбе за счет своей уникальной скорострельности. Ровно за 0,48 секунды Винчестер позволяет сделать 5 выстрелов. Тактические стрелки это очень ценят. Пригодится ли это в охоте? Ну может быть да. Потому что люди, которые увлекаются охотой на гуся, также нуждаются в скорострельном ружье и в ружье с удлиненным магазином. Есть ряд охотников, которые очень, очень, и еще раз скажу, очень желают увеличить свою боевую мощь за счет увеличения количества патронов. Тут уже в базовой комплектации в модели Синтетик, Винчестер Синтетик. А совсем забыл назвать, совсем забыл сказать. Модель-то называется SX-3. Запомните, SX-3 самое скоростельное газоотводное ружье в мире. С ним может сравниться только ружье компании Буретта, как говорят американцы, или по-русски Беретта серии А400 с механизмом затвора, быстрой перезарядки под названием Блинк. Единственное ружье, которое по скоростельности приближается к Винчестеру. Компания Винчестер существует с 1866 года и по 2006 год. В данном случае модель Винчестер SX-3 по техническим характеристикам совпоставим с легендарным ружьем компании Браунинг под названием Fusion Gold. Это классический газоотводник, у которого считается просто легендарная надежность. Люди, которые пользуются Браунингом Fusion, могут это подтвердить. В данный момент у нас на столе сети магазинов мира охоты представлено в наличии два ружья Винчестер в двух модификациях. Модель CX-3, но модификации две. Одна Field модификация, она у нас в очень красивом дереве. Ружье, я вам скажу сразу, очень легкое. В данном случае у меня ружье 20-го калибра. Для пятизарядки ружье очень шикарно сбалансировано. Имеют высокую прицельную планку. Есть ряд людей, которые исключительно охотятся с 20-м калибром. Скажем так, клуб двадцаточников. Чем популярны 20-й калибр в двух словах? Люди его хвалят за резкость боя и за равномерность осыпи. В 12-м калибре у нас представлено ружье модификации Synthetic. То есть это пластик. Качество пластика в данном ружье просто изумительное. Вот на ощупь оно просто изумительно-изумительное. Ружье у нас имеет тактический вариант. Удлинитель магазина у нас на 6 патронов, 7-й в стволе. Для охотников на водоплавающую дичь это ружье может быть интересно. За счет того, что оно идет в пластике. За счет того, что имеется удлинитель магазина, можно рассматривать охоту на гуся. Сверловка. В данном случае в 12-м калибре здесь сверловка 18,7. Дульные сужения Invector Plus. Браунинг Invector Plus. То есть здесь такая же сверловка, как у Браунинга. И точно такие же чоки, как у Браунинга. Ну и вам скажу, качество с уверенностью могу заявить, что как у Браунинга. У нас имеется белая, ну наверное она пластиковая или керамическая, белая мушка. И я вам скажу, что она очень приятная для глаза. То есть, во-первых, она не раздражает, как яркие светодиодные мушки. И в то же время ее очень хорошо видно даже на светлом фоне. Еще раз повторюсь, что фишкой модели CX-3 это именно ее скорострельность. Кто может воспользоваться скорострельностью? Ну те же самые охотники на водоплавающую дичь. Когда у вас идет очень стремительный быстрый налет стаи черков, стаи крикошей. Ну и по гусю тоже самое. Скорострельность никогда лишней не будет. Компания Winchester заявляет, что у данных ружей серии CX-3 очень мягкая отдача. Это достигается за счет интересного тыльника. Тыльник очень толстый и сделан из очень эластичной, упругой, мягкой резины. Цена очень вас порадует. Цена менее 100 тысяч рублей. Если вы хотите узнать точно цену, зайдите внизу по ссылке. На данный момент вы увидите актуальную цену. Но еще раз скажу. Цена менее 100 тысяч рублей. За эту цену вы получаете ружье именитого американского бренда с качеством легендарного браунинга. К сожалению, на российском рынке не так широко представлен Winchester. Но это связано в данный момент с санкциями. Компания Winchester была организована в 1866 году и существовала под маркой Winchester до 2006 года. Что произошло в 2006 году? Торговая марка Winchester на данный момент принадлежит бельгийской компании Gestel. Все стволы на Winchester сделаны в Бельгии. Об этом есть маркировка на стволах. Gestel является честью компании Browning. Browning в представлении не нуждается. Итак, что знал, рассказал, показал. В кадр я приглашаю Сергея. Когда будешь делать какие-то паузы, старайся делать их чуть дольше, чтобы мне потом удобнее было склеивать. Добрый день, подписчики нашего канала. Хочу поблагодарить Ярика за подробный обзор охотничьего ружья Winchester Super X3 и, так сказать, добавить свои 5 копеек. Как уже было отмечено, что ружье создавалось как бюджетная версия Browning Fusion. Что здесь изменено, чтобы удешевить этот продукт? Ну, во-первых, нет здесь отсекателя, который присутствует на Fusion Gold. Изменился в корне дизайн этого ружья, в отличие от первых ружей, которые были X2 с маркировкой. Изменился дизайн по сравнению с X2. Он стал ярче, лучше, ну и креативнее, можно сказать. Добавились какие-то антуражные красные вставки. На затыльнике приклада появилась лакированная часть, которая облегчает скидку ружья и позволяет не цепляться за одежду. Наставка магазина, как и сам ствол и ствольная коробка, исполнена в таком матовом цвете, имитирующем титан. Очень хорошо это дополняет затворная группа, которая выполнена в матовом серебряном цвете. Как уже было отмечено ранее, это ружьё идеально подходит для охоты на водоплавающую дичь. Выпускается в нескольких вариантах исполнение ствола. То есть самый короткий ствол это 660, средний ствол 710, также присутствует 760 ствол и очень редко встречается исполнение 810 ствол. По поводу основных вопросов, которые задают охотники, сколько же это всё дело весит. Как заявил производитель, ружья весят до 3,5 килограмм. От 3 до 3,5. Но сколько это на самом деле весит, мы сейчас проверим, как делаем это обычно. Чик у меня появляется мистическим образом. Сейчас он включится. Измерять будем простым способом. Взвешиванием. Как видим, данное ружьё в этой комплектации весит 3,3 кг. Разборка здесь обычная, классическая. Снимается гайка цевья. Вот здесь имеется защита от рубки магазина, что немаловажно для ружья и очень хорошее инженерное решение. Так, затвор будем вытаскивать или нет? Вот всё его, можно сказать, содержимое этого ружья. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, композитный поршень двухэлементный, который выполнен точно так же, как на Gold Fusion. Он обеспечивает хорошую работу и забирает на отдачу всего 6% газов. В затворе используется широко известная клиновая система запирания патронов-патронники. Она обеспечивает надёжность работы автоматики, их надёжный перезаряд. Система, как видите, очень простая и использует минимум деталей. В ружье использован очень хороший пластик. Даже без системы Soft-Touch он лежит в руке очень хорошо и исключает случайное соскальзывание. Покрытие ствола здесь просто идеальное. Придраться здесь, честно говоря, не к чему. При изготовлении ствола использовалась технология Backboard, которая включает в себя инвекторные дульные сужения и диаметр сверловки 18,7 мм. Чем это хорошо? Во-первых, не возникает периферийного напряжения крайних дробин. И дробины, особенно крайние, они на выходе идут круглые, а круглая дробь летит очень хорошо. И плюс ко всему, то давление, которое используют пороховые газы, они не уходят на трение, проталкивая заряд по каналу ствола, а полностью работают на сам заряд. Ну а теперь посмотрим саму, так сказать, распаковку. Хотя ружье уже практически распаковано и собрано. Ранее коробки были картонные. Все знают их. Красная картонная коробка, в которой там в гофре лежало ружье. С недавнего времени используются пластиковые кейсы. Но это больше характерно не для охотничьих ружей, которые с маркировкой Filt идут, а просто Super X3. Вот они теперь идут вот в таких интересных пластиковых кейсах. В самом кейсе мы видим ячейстый поролон, который надежно охватывает само ружье и не дает деталям скользить и соприкасаться друг с другом. В комплектации идет оружейный замок. Эта фишка присуща Браунингу и она же плавно перекочевала в винчестер. Дальше мы видим, что в комплекте есть прокладка под затыльник. Дульных сужений, как мы видим, всего три. Дульные сужения инвекторные, то есть у них большая глубина посадки. Но это способствует лучшей дробовой осыпи и не сминанию периферийных дробин. Также еще в комплекте, ну помимо руководства по эксплуатации и гарантийного талона, идет куча проставок вот этих для изменения питча. То есть любой стрелок, любой охотник может максимально под себя настроить ружье. Ключ для дульных сужений, он же скомбинирован вместе с отверткой. То есть для каких-то мелких работ. Ну и плюс ко всему две быстросъемные антабки. Многие охотники задаются вопросом о транспортировке ружья. Именно в этом кейсе. Возможно ли транспортировать его в собранном состоянии? Как видим, в собранном состоянии оно, увы, не помещается. Этот кейс предназначен для транспортировки в разобранном виде. Но если вы хотите транспортировать в собранном состоянии, как отдельная доп. опция, можно добрать любой кейс или чехол в наших магазинах. Хорошие пластиковые кейсы для транспортировки ружья в собранном виде выпускает такая известная компания, как Flambeau. Так, ну и еще 5 копеек ляпну. Чуть не забыл. Ударно-спусковой механизм выполнен полностью из металла. Ну, за исключением кнопки предохранителя. А это является немаловажным плюсом. Вот, пожалуй, и весь обзор по этому ружью. Если у кого-то остались какие-то вопросы, пишите нам в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал. У нас есть масса интересного видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!